Социальная сфера под контролем. Алексей Валов продолжает следить за строительством соцобъектов в Щелковском районе. Очередное выездное совещание началось с посещения детского садика на 170 мест, расположенным на Первом советском переулке в Щелкове. По словам представителя строительной компании, на площадке трудится 35 человек. В ускоренном темпе ведутся монолитные работы. Пока что греть не обязательно бетон, но мы его дополнительно греем, чтобы марку набирал быстрее. У вас получается еще 15-20 дней будет благоприятно. Надо по максимуму лить. Отливаем, работаем весь световой день, никогда стемнее, также под освещением. День рабочий длинный. Активно ведутся строительные работы и в детском садике на 240 мест бассейна в Медвежьих озерах. Здесь уже заканчиваются монолитные работы на третьем этаже. Строители приступили к укладке кирпичей внутри здания. Получается 27 накладок. В среде вы как бы и закончите первый этаж. Да, у меня леса подвезены, поставим леса. Как раз с садика начинается тепло. Вы уже штукатурить начнете. Да, с подвала. Вы не дакайте, не улыбайтесь. Начнем. 15 декабря путевки не вручим. У вас проблемы появятся большого масштаба. Во втором садике, который в новом городке на 140 мест, темпы строительства руководителей районной администрации не порадовали. В учреждении до сих пор идет монтаж опалубки. Мы с понедельника встаем на палубу и второй кран. Мы сегодня отпустили, а у нас не достает стрела вторая. На палубу встает. Не ожидал я. Такие рекомендации Юрий Викторович давал. А вот ход работ в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, наоборот, оставил приятное впечатление. Здесь уже полным ходом идет внутренняя отделка помещения, облицовка фасада здания, монтаж сетевого оборудования. Отставания от графика нет, и строители обещают, объект будет сдан в срок, 1 ноября, а на ближайшее время запланировано благоустройство. Будет озеленение, асфальтовые дорожки, значит, ремонт, соответственно, подъездных путей, гостевая парковка, ну, то есть, здесь работы по именно благоустройству и созданию транспортной инфраструктуры. Сдача 1 ноября? Сдача 1 ноября, да. Посетил Алексей Валов и еще один важный социальный объект – строящийся детский садик в микрорайоне Анечково на 220 мест. Пока идет заливка фундамента и монтаж опалубки, но темпы работы удовлетворительные. Динамика положительная, все понимают, что если не сдадут детский садик до Нового года, значит, у них будет лишена перспектива работы на нашей территории, Челковского муниципального района. Они получат статус недворостовестных застройщиков и пойдут в черный список. В завершении выездного совещания Алексей Валов посетил физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом и залом для единоборств на улице Центральная. Строительство спортивного объекта уже близится к завершению. Сейчас ведутся отделочные работы, благоустройство территории, а также электрификация здания. Процентов на 80 уже ФОК готов. Отставание от графика на 12 примерно дней. Планируем в этом году обязательно его сдать. То есть дети уже зайдут, будут играть. На самом деле это просто необходимо. Так получается, что если не есть и не контролировать, то это затянется и на год, и на два, и на три. Что-то немножко потеряли наши строители в плане исполнительской дисциплины. Поэтому приходится их настраивать на правильный ритм работы. Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова